Продолжение следует... Продолжение следует... Певица, блогер, общественный деятель, там, тут помогли, тут что-то делаем, да? Это уже... Если ты вот на верхушку не поставишь самое главное, у тебя все остальное рассыпется. А когда вот это все вот идет под покровом, тогда все вот это... Я вот женщина недавно задала, не могу понять, ну как это? Я Бога буду любить больше, чем детей, чем семью, чем мужа. Вика, объясните мне, как? Почему? Я говорю, потому что люби того, кто тебе это все дал и кто это все защищает. Вот пойми, что в его руках все. Вот как только ты поймешь, что все в его руках, ты его будешь любить больше всех на свете. Жили мы в городе Витебске. Храм православный там был один единственный, открытый. До того, как его открыли, там была тюрьма. Вот все годы советской власти в этом единственном неразрушенном храме в Витебске была тюрьма. Когда приходили к молодому батюшке креститься все, если имя хоть немножечко напоминало католическое, он всех перекрещивало. И когда пришла я, Виктория, с моей сестрой Моникой, а у нас бабушка Литовка Моника Адамовна Ширвилиска, это и Моника родилась в Литве, в честь нашей прабабушки была названа, он тут же нас перекрестил. Моника, значит, сказала, так ты будешь калиста по святкам, ты когда родилась? В Ивя 22 мая, так ты будешь Александром. Все. И без разговоров. Поэтому так получилось, что я крещена Александра. Когда я крестилась, я поехала в Москву. Хожу в Москву учиться. И батюшка мне сказал, ну вот в Москве найдешь храм, пойдешь и перечистишься. И я иду в храм в Москве, значит, на Новом Арбате. Вот начало Нового Арбата, маленький такой белый храм. А там батюшка, бывший гитарист рок-группы, молодой такой. И, значит, первый вопрос, говорит, ты, значит, кем работаешь? И я певица. Все, ты бесовским делом занимаешься. Все, он меня так настрачал, короче, даже причащать не стал. И все. И после этого я, то есть в следующий раз я попала уже в храм случайно, через 7 лет, к священнику Алексею Гомонову в Успенском переулке города Москва. А что такое причастие? Это когда человек становится сотворцом с Богом. В этот момент у человека появляется миллион вариантов развития его жизни. Потому что он изъявляет свою волю, сопоставляясь с Божьей волей, и полетели. Возникает вот это, вот то, для чего нас Господь создал. Он не создал нас глупыми овцами. Он создал нас, единственное, что вложил в наш дух, чтобы мы творили вместе с ним. Поэтому я дерзну предположить, что Господь – самая творческая личность на Земле. Вообще, которая только во Вселенной. Это, понимаете, я даже не знаю, как это описать. Личность – это плохое слово. Господь – не личность. Мы не можем постичь, что такое Господь. Но мы можем стать его сотворцами. И батюшка Алексей Гуманов мне сказал, так ты певица, так ты людей радуешь. Ой, какая же у тебя замечательная профессия. Все, вот с тех пор я уже стала причащаться и ходить к батюшке Алексея Гуманова. Алексей Гуманов нас обвенчал с Антошей. И так получилось, что первые такие чудеса с нами тоже стали происходить тогда, когда мы заметили с Антоном, что мы ужасно ссорились. Мы ссорились просто, особенно первый год. Особенно первый год. Мы друг друга полюбили очень сильно. Но, как я всегда говорю, что если бы мы друг друга не любили, мы бы с Антоном даже не дружили. Настолько мы разные люди. И мы заметили, что вот ссоримся, приезжаем на молебен. Помолились. Вообще не можем понять, чего ссорились. Мы даже думали, ну, причина же была. Мы даже причину вспомнить не можем. Понимаете? И тут я поняла, вот, когда, знаете, как в этой сказке про Снежную Королеву, когда льдинка попадает, Каю, в глаза, и он ничего не понимает, никого не любит, никого не видит, родных не узнает. Вот то же самое и с нами происходит. Вот эти вот льдинки в глаза нам попадают. Вот не любви. Они искусственные. Они не живые. Вот чтобы вернуть вот эту живость в душе, без молитвы, без участия в святых церковных таинствах, это невозможно. Конечно, это был такой большой шаг для нас, хотя бы начать, ползти в этом направлении потихонечку. И плоды пришли нескоро, когда мне говорят, а у вас когда вот вы почувствовали, что вот вы стали что-то соображать, что-то понимать, да? Я говорю, ой, сколько времени прошло, сколько. И еще я понимаю, что даже вот на той стадии, на которой мы сейчас находимся, я не помню, кто сказал, какой-то святой, что православный человек учится всю жизнь. Вы знаете, творчество артиста, оно же во многих сферах, да? Оно же не просто, там, если ты певец, это не просто ты выходишь и поешь. Ты выходишь к людям. Вот начнем с того, что ты выходишь к людям. Когда ты воцерковляешься, и ты говоришь, Господи, я хочу служить тебе. Вот тебе мои руки, ноги, голос, голова, душа, сердце мое. Все мое, вот, Господи, возьми, я не знаю, как я буду, ну, вот я буду тебе служить. Возникает совершенно другая, я помню это состояние, это было в Нурманске. Когда я выхожу, и вдруг я понимаю, что в зале до слез, каждая душа, я прямо от души сидя. Не зрители мои сейчас, я звезда. Нет, я тут выхожу, а вы, родненькие, на концерт ко мне пришли. Душа моя, и ты начинаешь для них петь так, чтобы вот все им отдать. Все им, и говори, Господи, только помоги мне вот так, чтобы человека порадовать. Более того, я перестала хотеть быть артисткой. Если бы не мой супруг, и если бы не мои зрители, когда я вышла, я поняла, что полностью изменилось мое отношение к зрителям, к творчеству, ко всему. И вот с того момента началась моя счастливая жизнь, как артиста. Мне сейчас вообще все равно, сколько человек в зале. Вот вообще все равно. Кто бы ни пришел, хоть один человек, ты для него, не он для тебя, а ты для него. Полностью все меняется. Очень страшно, когда люди начинают в себя впадать в уныние, самобичевание вот этого. Ой, я плохая, ой, я не могу ни дня не осудить, ой, я не могу ни обожраться, ой, я не могу там на ночь лишнего не съесть. Ой, и начинается, я плохая, я плохая. Я говорю, слушай, не хуже других, не возгордись только, что какая я плохая. Ну, это не надо, мы должны просто понимать, что мы все этому подвержены. Мне помогает чувство юмора, очень помогает. Вот, я как раз вот пытаюсь над этим, как бы сама над собой посмеяться. Юмор, он помогает оставаться добрым человеком, как мне кажется. Не сойти вот это в уныние. Уныние – это страшный грех. Мы унынием прям можем себя убить. И физически, и духовно. Мне недавно рассказывала одна женщина, говорит, я поехала, она домохозяйка, немного детей, да, и она всю жизнь стоит у плиты в огороде и со скотиной. Ну, вот всю жизнь вот ее жизнь. И она говорит, я вот собралась и поехала в Дивеево. Думаю, дай-ка помолюсь, спрошу у батюшки, как мне спасаться. Говорит, вот я приезжаю в Дивеево, тут же меня, значит, хватает, как монахинь, говорит, слушай, мы там вот это в огороде не можем, вы это облепиха, такие длинные корни, помоги нам, а то у нас мы слабенькие тут монахини, старенькие. И она пошла и, значит, возилась с ними, значит, в этом огороде, значит, помогла им вырвать всю эту облепиху. Она женщина деревенская, у нее сильно, она быстро-быстро все это им сделала. Потом, говорит, иду опять, думаю, ну, в храм пойду сейчас у Серафимушки, спрошу, как мне спасаться. Тут ее, деточка, иди сюда, ой, спина болит, помоги свеклу почистить. Она говорит, ой, давай, матушка села, тук-тук-тук-тук, она говорит, ой, деточка, как ты быстро чистишь, вот тебе еще три таза, значит, почисть. Она говорит, я эту свеклу перечистила, и мне, говорит, эта монахиня старенькая, говорит, ой, деточка, как же ты спасаешься, как же ты спасаешься. Она говорит, я даже до бочей не дошла, а мне Господь уже показал, что... А женщина и спасается тем, что она молится, ухаживает за скотиной, готовит, ухаживает за всей семьей, за детьми, растит православных христиан. Свои молитвы, как на крыльях, вот на руках своей молитвы несет всю семью, все мы знаем. Мать молящаяся умерла, все, все сироты, все пропали, да? Так вот, и она говорит, я успокоилась, я вернулась обратно. И с улыбкой, с молитвой то же самое, скотина, кухня, печка, свечка, дети. Говорит, ну, совершенно с другим настроением, потому что я получила ответ на свой вопрос, что это меня спасает. Я благодарна Богу за все, вот вообще за каждое событие в своей жизни, за самое страшное событие в своей жизни. Я не благодарна, я не ропщу ни на что, потому что я понимаю, что самые страшные, постыдные события в моей жизни, они меня меняли. Понимаете? А если мы сами не будем, как говорят, врачи говорят, по-настоящий врач, который лечит алкоголиков, сам бывший алкоголик. Ну, шутка такая, а я думаю, что это не шутка. Для того, чтобы понять, что проходит алкоголик, врач должен знать вот эти вот механизмы, как из них выходить. Да в любой сфере, вот в какую сферу возьми, как плохо унивать, когда сам это прошел. Как страшно, когда человек унивает. Легче все сказать. Да ты что, давай, нормально, настроение хорошее. И я тут себе вспоминаю, помнишь, как ты чуть-чуть не умерла, когда тебе 19 лет было. Все тоска была такая, хотелось пойти вены перерезать. Вот у него сейчас такое же состояние, с ним сейчас по-другому надо. И вот, знаешь, просто возьми, так обними и молчи. Разгладь его по голове и молчи. Просто дай мне немножко любви и тепла. Просто вот, чтобы он понял, что он кому-то нужен, просто нужен. Не без всяких слов. Типа ха-ха, ге-гей, все хорошо. Ну вот как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok